Привет, друзья! Сегодня у меня очередная посылочка с Алиэкспресс. Честно, эту посылочку я даже вообще не ожидал. Я думаю, у многих сейчас тоже не приходили посылки, вы открывали споры. Это сразу стоимость, говорю, посылочки данной будет 12 долларов. И давайте я сейчас вскрою, покажу, что здесь находится. А находится здесь у меня рюкзак для своей дочки. Заказывал. Заказывал. Получается, в январе месяце. Давайте достанем, посмотрим, какой рюкзачок я ей заказал. Как он выглядит. И стоит ли вообще делать данный заказ. Продавец, конечно, молодец. О, как видите, я неаккуратно сейчас открывал, чуть ли не прорезал рюкзак. Будьте, кстати, аккуратнее, когда будете распаковывать с помощью ножа. Но я думаю, многие просто рвут по слуху, да и всё. Ладно, это лирика, отступление от, как говорится, темы. Но что мы видим? Продавец положил такой для девчонки, как правильно выразится, браслетик в форме резиночки. И сам рюкзак, как мы видим, он идёт чёрного цвета. Рассветочка у продавца имеется разная. Поэтому вы сможете, если кому-то данный обзор будет интересен, выбрать по рассветке то, что вам надо. Есть с надписями, есть без надписей. Ссылочка внизу будет, как всегда, в описании. Это вы смотрите, выбирайте. Итак, смотрим. Сзади у нас имеются шлейки, чтобы носить на спине рюкзак. Имеется ручка, чтобы вы могли нести за руку стоять или где-то повесить ваш рюкзак. Также, как я вижу, есть боковое крепление кольца. Где-то должен быть дополнительно у нас ремешок. На спине у нас имеется карман, который вы можете... Это, кстати, основной карман, получается, с этой стороны. Да, это основной карман отдела. И вот, получается, сам ремешок. Выглядит он вот так вот. Идёт какая-то надпись. Что-то тут 1987 года. Не знаю, может, эта фирма существует. Я, честно, не знаю. Это надо смотреть. И переводить. И также, как вы видите, сам ремешок с вышивкой. Защёлки. Материал, получается, здесь не кожа. Дермантина идёт, сразу говорю. То есть, довольно-таки такой будет, можно сказать, временно поносится. Но ненадёжный материал. Если будете что-то много накладывать, соответственно, будет подвержен износу. Также здесь тоже идёт материал. Дермантина, но он нашит поверху, как вы видите. И он идёт чисто поверху. То есть, не сплошной дермантина. И он заходит сюда. Под кусок тоже, к сожалению, дермантина. Также такая вторая шлейка. Имеется регулировочка, как вы видите. Стандартная всё. И что у нас идёт? Крепление боковое. Тоже выполнено не из кожи. Тоже дермантина, колечко идёт. Соответственно, сумочку не перезагружать. Это рюкзачок. Такой мелочи, можно сказать, накидать. Имеется боковой карман. Он довольно-таки такой... Ну, кошелёк можно сюда положить. Можно сюда положить смартфон. И со второй стороны имеется тоже такой же второй карман. Они по глубине небольшие. Вот, как вы видите. Рука моя сюда ложится. Так, смартфона под рукой нету. Поэтому продемонстрировать вам не смогу. А, вон, нашёл у дочки блокнотик. Так, вот блокнот. Размер вы блокнота видите. Ложу блокнот сюда. И спокойно закрываю. Открываем. Доставим блокнот. Он лёг спокойно. Как вы видите, такой размер данного кармашка. Сейчас посмотрим качество швов. Насколько они качественно и прошили данный рюкзак. И да, ещё, извиняюсь, смотрите, я забыл, внутри открывал. Кстати, почему я извиняюсь? Извиняюсь потому, что я делаю распаковку посылок, как вы видели, по моему каналу. То есть я посылку распаковал. И стараюсь рассказать, грубо говоря, не выучив это. Если вам, допустим, такая тематика неинтересна, напишите в комментариях. Трэвел Ван Бай, давай там выучи сначала, расскажи правильно. А то потом поправляют меня там по грамматике. Ну, это отступление, опять же, лирика. Итак. Не переключайтесь. Смотрите кармашек. Всё, шуточки. Надеюсь, мои шуточки вам нравятся. И, получается, кармашки здесь имеются. То есть сюда вы тоже можете что-то положить. Смартфон там, какие-то ваши гаджеты. Ну, вот так вот. Качество швов вы сами видите. Нигде ничего не торчит. Сейчас я его выверну. Вывернул. Внутри он идёт тоже прошит хорошо, качественно. Нигде ничего не торчит. Снизу так же прошит, как вы видите, отлично. Ну, всё. На этом обзорчик мой завершён. Потому что здесь, я ещё раз повторяюсь, действительно не о чем говорить. Рюкзачок, ткань на ощупь такая классненькая. Как вам сказать, наподобие что-то, не синтепон, кстати. Наподобие что-то, как брезентовая такая ткань. И продавец указывает, якобы водонепроницаемый. Но насколько это правда, я не знаю. Так что, вот такой вот обзор. Кому понравилось данное видео, ссылочки на товар внизу в описании. Выбирайте по расцветочке, какой вам рюкзачок подойдёт. Спасибо за ваш просмотр. Всем до встречи в новых видео. Всем пока-пока.